Их отношения не были романтическими. Оба амбициозные, увлеченные своей профессией, они стали друзьями в юности на долгие годы. Но затем каждый из них пошел своим путем, который привел к скандальному разрыву. Дружба Татьяны Дагилевой и Олега Меньшикова началась во время съемок культового фильма Михаила Казакова «Покровские ворота» в 1982 году оба молодые и искрометные. Олег – невероятно обаятельный и обворожительный. Как брызги шампанского, Татьяна – искра, в любую минуту готовая вспыхнуть пламенем. Их объединила любовь к профессии, они были интересны друг другу. После съемок они часами гуляли, разговаривая не только о текущем съемочном процессе, но и о планах на будущее, делились личными переживаниями. После съемок фильма их дружба продолжилась. Она не носила романтического оттенка, наоборот. Актеры делились друг с другом о переживаниях в других своих отношениях. Они стали практически неразлучны. К тому же были коллегами по театру «Им», Ермоловой и снялись вместе еще в нескольких фильмах «Восток-Запад», «Ямы» и другие. Когда у Татьяны во втором браке с сатириком Михаилом Мишиным родилась дочка Екатерина в 1994 году, актриса в крестное позвала Олега. К тому моменту он уже не работал в театре. Постепенно их пути начали расходиться. Татьяна после рождения дочери сконцентрировалась на семье, и два года не снималась в кино. В театре ролей предлагали все меньше, а затем и вовсе перестали вводить актрису в репертуар. Татьяна стала соглашаться на любые роли в кино. В нулевых зрители увидели совсем другую Дагилеву, отдаленно напоминающую блондинку за углом. Сама актриса не раз в шоу-программах и интервью говорила, что у нее была алкогольная зависимость, но она успешно с ней справилась. У Олега Меньшикова, наоборот, в 90-е карьера пошла вверх. Он снялся у Никиты Михалкова «В утомленных солнцем». Этот фильм получил Оскара, затем был «Кавказский пленник» и «Сибирский цирюльник». Также актера пригласили работать в Лондон, он играл Есенина, «Я уехал надолго». Потом во Франции шел этот же спектакль, затем мне предложили его играть в Италии, вспоминал актер. Причем, Олег не знал французского, и текст запоминал на слух. Его уговаривали выучить язык, пророчи ему большое будущее в Европе, но он отказался. В середине 90-х Олег Меньшиков организовал антрепризу «Театральное товарищество 814», где стал актером и постановщиком. В нулевых учредил премию для театральных критиков, вошел в состав жюри премии по литературе и искусству «Триумф». В 2011 году выпустил свой первый моноспектакль и создал «Духовой оркестр», пригласив в качестве дирижера Дениса Виноградова. И, наконец, в 2012 году Олега Евгеньевича пригласили в театр им, Ермоловой на должность директора и худрука. Начал свое руководство Олег Евгеньевич с преобразований театра. Он затеял ремонт в самом здании, а также репертуар требовал обновления. Меньшиков оставил всего четыре спектакля из старого репертуара. Ему говорили, что он безумец и будет актерский бунт, но и сами актеры, видимо, понимали, что необходимо вдохнуть новую жизнь в театр. И встретили нововведения с воодушевлением, когда на сборе труп я выступил с программной речью. Раздались аплодисменты. Этого я никак не ожидал, делился Меньшиков. К этому времени дружба Татьяны и Олега сошла на нет. Они не общались. Но когда Меньшиков стал руководителем театра, Догилева надеялась, что теперь для нее найдутся роли. Однако, худрук не сделал исключения для Татьяны, он уволил всех, кто не выходил на сцену больше 20 лет, но зарплату при этом получали. Татьяна Догилева была потрясена действиями своего кума, давая интервью и участвуя в различных шоу, вспоминала свои бывшие заслуги и неизменно поливая грязью руководство, как бывшее, так и нынешнее, звание они мне в театре не дали, когда я еще много играла, жилплощадью не помогли. А мне работу кто-нибудь предоставил? Ну ничего они мне хорошего не сделали, говорила актриса, полностью уверенная, что ей должны. Олег Евгеньевич лишь раз прокомментировал ситуацию с уволенными актерами, должно быть совестно получать зарплату, когда не выходишь на сцену 20 лет. После этого Татьяна Догилева уволила бывшего друга из крестных своей дочери, увольняю тебя из крестных моей дочери. Не нужны такие ни ей, ни мне, сказала актриса на одном из ток-шоу. Так закончилась их дружба, начавшаяся в юности. Такие ситуации встречаются и у нас, обычных людей. В дружбе один развивается, а другой нет. И второй почему-то уверен, что первый ему обязан по дружбе. Делитесь своими историями в комментариях. Продолжение следует...